Сегодня разбираем текст песни Врать группы Жище с альбома Дизмораль. У нас тут каждый день выходят видосы, это та серия видео, где мы пытаемся понять, умеет ли Ваганыч писать текст песен. Каждую неделю по одному видосу по одной песне с альбома разбираем, посмотрите предыдущие, если не видели. И жмите колокольчик, потому что в самом конце мы сравним, насколько Ваганыч хорошо пишет текст песен по сравнению с остальными артистами, которых мы уже разбирали. А я, Вадик Углов, и я самый крутой специалист по текстам песен во всем мире, а может быть, даже и в России. Сделайте ставки в комментариях, кто круче пишет тексты, Ваганыч или Сой. Ну что, погнали, вот у меня есть текст. Моя профессия врать, с ума сойти. Одинаковый размер. Моя профессия врать, моя обсессия власть, и если смерти продать, ты мне никупа не брат, моя профессия врать, как написали сказать, и виду не подавать. Итак, организация признана экстремисткой на территории Российской Федерации. Мне кажется, все-таки HTTP имел в виду Ваганыч. Ребят, кто этот текст набирал, во-первых, респект вам, что набрали этот текст, а во-вторых, HTTP, скорее всего. Что мы понаблюдали сейчас? Одинаковый размер, очень хорошо, в очередной песне очень хорошо выдержан размер. Отклоняется, почти ничего не отклоняется. Отсутствует неоправданное отклонение от размера, да. Причем вот здесь все меняется, пускай вот это вот прям целиком все поменялось. Странный размер, так и надо. Размеров больше одного, да, больше одного. Здесь нет как такового припева, но есть вот это вот отступление, сбивочка. Очень просится амфибрахий сюда, но это амфибрахий со сломанным средним слогом. То есть должно быть татата, татата, татата. Здесь какой-то поломанный амфибрахий, но размер достаточно простой, не композиционный никакой. Но интересно. Что по рифмам? Давайте смотреть. Брать, власть, дать, украсть, брат, врать, сказать, подавать, бить, жить. Кажи, расскажи им, блин, ложь, уйдешь. Нам план, раз, мразь, украсть, врать, врать. Верят, правда, потери, бригады. Лучше слушай и дрожи. Я думаю, что это оправданное отклонение от рифмы. Поэтому да, не банальное, не сказал бы. В основном здесь, конечно, очень много глагольной рифмы. Здесь немножко интереснее становится. Всякие VPN, TV, FM, ложь, уйдешь, а скажи, жить. Ну, такие, короче. Нет, здесь рифмы достаточно простенькие. Давайте будем думать, что нет. Неточные рифмы в сильных позициях? Нет, я бы сказал, что здесь рифмы все достаточно точные. Внутренние рифмы, давайте смотреть. Моя профессия, моя обсессия. И если смерть, и если жизнь, ты мне никум, моя профессия. Как написать, да, есть мавзолей, скотик. Кто встал у нас, того уже нити. Мое количество. Хочется им, водится, блин. Панторифма приближается. В общем, внутренняя рифма есть, но в самом начале. Опять, всегда-всегда в самом начале, а дальше все сыпется. Давайте поставим, да, есть немножко. Панторифма нет. Нету панторифма, до свидосики. Все по приемам. Лексика. Значит, продать смерть, жизнь украсть, никум не брат, все врать. Мавзолей из квартир, сложнее, чем в пен. Да, лексика представлена в изобразительности очень хорошо. Синтаксис. Моя это, это, моя это, это. И если это, это. В общем, короче, все на параллельных конструкциях. И более того, еще зацикливается. Очень любит он это дело. Зацикливать начало в самом конце. Кстати, если вам нужно что-то сделать с вашими текстами, забегайте, пожалуйста, в мой паблик. Там есть услуги такие, как рецензия, редактура, совет какие-то по тексту могу дать. По вашему, по конкретному. Разобрать ваш кейс. Даже написать текст с нуля или переписать текст какой-то известной песни, если вам нужно кому-то что-то, подарок сделать на свадьбу или на день рождения. Обращайтесь. Обманутая, ждание, ирония, отсылки, аллюзия, цитат. Не вижу. Ничего не вижу здесь. Если что-то отсылки кто-то увидит, скажите мне, но я не вижу, короче. Авторские средства. Ну вот, кстати, вот это мое количество схем, VPN, вот это вот. Вот здесь он пошел не протаренной дорожкой и использовал интересную метафорику, которую можно было бы назвать индивидуально-авторской. Выпады из регистра. Давайте посмотрим. Ни кум, ни брат на грани того, чтобы быть слишком возвышенным для этой всей истории. Вот эта мразь, она здесь тоже оправданная, потому что к этому моменту идет нагнетание, тоже повышение ставок, и здесь уже накал страстей такой, что можно и мразь в самом-самом конце. Нет, в принципе, нормально. На грани, но около дела. Драматургия. Давайте смотреть, что про драматургии. На малых формах смерть и жизнь уже, да? Изменение развития от одного к другому, противопоставление какое-то прикольно. Получается, что немножко какая-то история здесь заложена. Поэтому да, есть. Давайте куплетик, что-то происходит. Вот на уровне куплета не вижу развития. Если это брать как куплет, здесь просто моя профессия врать, и вот с разных сторон она обсасывается. Тут чуть-чуть на уровне строки есть какие-то развития, а так, чтобы усиливалось от начала к концу или что-то изменялось, ничего не происходит. Здесь ничего не происходит. А вот на уровне всех куплетов, то здесь я бы поставил нет, а на уровне всех куплетов есть. Потому что здесь идет сначала описание каких-то людей, чья профессия врать. Потом дальше идет описание других вещей, да? Уже предмет. То есть это субъект этой профессии, это объект этой профессии. А это другая профессия, да? Еще представители этой государственной машины. Ну и, соответственно, подводится, что профессия тех, кто бьет, тоже в целом врать. Поэтому я думаю, да. И такое ощущение, что профессия бить, собственно, да, вот она выделяется на фоне всего остального. Вот это вот все пробрать, тех, кто врет по своей профессии. Вот это тоже пробрать. А вот это бить, такое ощущение, что несмотря на то, что это не брич. И, кстати, вот еще с бивочкой есть, прикольно. Поэтому я думаю, да, что отступление есть, прикольно, оно оправданное и интересное. Кульминации с развязкой, честно говоря, не вижу. Вижу кольцо, кольцевую структуру, но не вижу такой строгой какой-то актовости здесь. Не разрешается. Надежда какая-то появляется, но нет разрешения. Хотя, блин, ждать, ждать, как разрешение конфликта, что надо бояться и ждать. Смотрите, есть люди, которые врут, есть люди, которые бьют. И это те же самые люди, которые врут, по сути, одна малина. А ты сиди и жди. Мы подвели к какой-то кульминации. Мы вот в ожидании чего-то, непонятно чего. Развязочки нет. Не хватает третьего акта, так сказать. Первые два акта есть, третьего акта, к сожалению, нет. Панчлайны в сильных позициях. Вот здесь немножко можно было бы потасовать. Что-то как-то здесь закончить на профессию врать было бы хорошо. Ну, еще глагол сюда влепить, чуть не заморачиваться. И вот это было бы интереснее. Вот тут интересно. Тут окей, ладно, допустим, эта мысль достаточно сильная, чтобы быть в сильной позиции. И здесь хорошо, что закрывается вот этой же штукой, в принципе. В целом, да, давайте будем думать, что опять с некоторыми оговорочками, да, здесь можно поставить дашечку. Логических нестыковок не вижу. Месседж очень хорошо читается. Конкретика здесь возникает, некоторые, да, какие-то конкретные образы уже. Вот эти через общие образы. И это понятно, это оправданная история. Но, мне кажется, конкретики недостаточно здесь. Можно, наверное, что-то накрутить, чтобы здесь стало более конкретно. Но здесь, по крайней мере, есть уже примеры какие-то конкретики. А текст цельный, вообще не вопрос. Что у нас получается? 360, в принципе, примерно то же самое, немножко по-другому, чем предыдущий текст. Кстати, если не видели предыдущие ролики, бегите, скорее, смотреть, не пропускайте. В следующий раз разбираем песенку «Дизмораль» за главную песню с альбома. Вот такая песня «Врать», я надеюсь, вы не врете, потому что вы классные. Забегайте в паблик с услугами, не стесняйтесь, пишите мне контакты из шапки канала. Да классные, классные.